Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Разобравшись с тонкостями выбора сидеральных культур, дачники задаются еще одной проблемой. Что делать с сидератами, когда вырастут их побеги? В большинстве случаев фермеры выбирают перекопку вегетативной массы, учитывая при этом сроки всходов сидератов и ориентировочные даты их цветения. Ориентирование по датам необходимо для того, чтобы не запланировать перекопку вегетативной массы на период цветения сидерата и предотвратить самосев культуры. Несмотря на то, что вспашка является традиционным мероприятием в сельском хозяйстве на протяжении многих веков, агрономы расходятся во мнениях насчет того, надо ли перекапывать сидераты осенью и весной, чтобы разобраться в причинах этого явления, стоит понять, какие преимущества и недостатки дает пахота. Перекопав сидераты, дачник получит следующие преимущества, а именно, качественное структурирование слишком плотной и тяжелой почвы, а также доставку зеленых удобрений в более глубокие слои земли и улучшение аэрации и водопроницаемости почвы. Фермеры, которые еще не определились с тем, надо ли закапывать сидераты осенью, должны учитывать негативные стороны такого шага, а это большая трудоемкость работ, необходимость больших временных затрат, нарушение экобаланса почвы, а также усугубление эрозийных процессов. Прежде чем решить, перекапывать ли сидераты осенью и по весне, садоводы должны учесть перечисленные в данном видео плюсы и минусы перекопки. Помимо этого, для достижения оптимальных результатов, они также должны знать о том, до какого времени можно сажать сидераты осенью и в какие сроки организовать их весенний посев на участке. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео, там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok